Добрый день! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, почему мне не в чем каяться? Ну, потому что ты святой человек. Другого ответа нет. Хотя, знаете, вот, наверное, неправильно ответил, святые люди, они были, каялись до самой своей смерти и понимали, что их все мнимые достоинства, это не что иное, как проявление силы Божьей в них, которые люди им присваивают. Вот. Надо понимать, что есть два явления в церковной среде, которые касаются вот этот вопрос. Исповедь и покаяние. Когда человек задается таким вопросом, по всей вероятности, он, наверное, задается вопросом, в чем мне исповедоваться. Вот. Потому что исповедоваться, это значит просить прощения у Бога, а каяться, это значит изменяться. Хорошо. Такой пример. Если я курю, то значит для меня покаянием что будет? Не просто прийти на исповедь и сказать, прости, Господи, я сосу эту вонючую соску, а измениться, перестать совершать каждый день и бесам. Что для меня будет покаянием, если я смотрю не туда, куда надо? Перестать смотреть туда, куда надо. Так вот, когда детишки приходят на исповедь, священникам предлагают следующую схему. Ребеночек, как правило, поворачивается лицом к священнику и пытается с ним организовать какой-то диалог, потому что сзади подталкивает то ли мама, то ли папа, то ли бабушка добрая, или крестный, дай Бог здоровья. Вот, и в руке комкает свою замусольную записку, вот, и понимает, что сейчас начнется что-то страшное. А священникам предлагает следующую картину. Так вот, священник спрашивает ребенка, за что ты хочешь попросить прощения у Бога? Либо еще проще, вспомни, за что тебя ругали родители. И когда ребенок вспоминает, ему же нужно рассказать священнику о том, как его поругали родители. И вот, когда он начинает излагать весь, все это событие, и в конце концов священник задает ему вопрос, а ты понимаешь, что ты немножко переборщил, или перегнул палку, или как ты думаешь, ты будешь ли еще раз так поступать или нет? Вот, и маленький человек начинает думать. Или еще раз, а хотел бы ли ты, чтобы твои дети поступали бы так же? Вот этими аналогиями, аллегориями. Священник выводит ребенка на состояние покаяния и желание исправиться. И не факт, что он исправится. И не факт, что он второй раз не совершит этого поступка. Но в голове у него будет уже формироваться комплекс правильности. Когда человек задается вопросом, почему нефть мкается, это значит только одно. В голове у него не сформирован комплекс правильности. Он не понимает, что убийством является не просто лежение человека жизни, гнев, раздражение. Каждый гневающийся на ближнего своего кто является? Уже человекоубийцем. Каждый с вожделением посмотревший уже является пролюбодеем. И этих поступков очень много. Обида является признаком гордости, самым тихчайшим грехом. Уныние, печаль, тоска. Простите меня, дихитину не заплатил. Да много чего можно в человеке найти такого. Если человек очень относится предвзято к себе лично, он начинает видеть в себе не просто в чем он мукается, он начинает видеть бесну грехов. Когда человек стоит на очень низкой ступени развития, ему видно только перспектива плоскости. А представляете, что человек поднимается на уровень всадника? Вы знаете такую форму лечения человека ипотерапии? Чем лечит ребенка? Человек не только физиологически получает исцеление, но и видение пространства с точки зрения всадника сверху, не как всегда снизу на всех этих больших страшных взрослых, а сверху, оно меняет очень много в голове человека. И когда человек начинает подниматься над плоскостью, на поверхности, он начинает видеть не только верхушки деревьев, он начинает видеть горы. И горы не просто сбоку, а еще и сверху. Чем выше человек понимается в своем духовном развитии, тем больше он вокруг себя видит не только явлений, но и грехов, особенно своих личных. Еще один способ хочу подсказать для того, чтобы начать видеть свои грехи. Вспомните грехи ближних наших. А, вспомнили. Вот то, что вы их вспомнили, уже есть свидетельством того, что внутри вас они есть. Потому что если бы их не было внутри вас, вы бы никогда не смогли их различить в других. Вот поэтому кайтесь, пожалуйста. Видите чужие грехи? О, значит, во мне он тоже есть. Есть возможность покаяться. Не просто на исповеди у Бога попросить прощения, а еще и попытаться измениться. Ведь святые вокруг себя не видели ничего плохого. Почему? Есть такое устройство глаз. Понимаете? Вот оно, глаза наши смотрят вперед. Вы когда смотрите вперед, видите, что у вас сзади? Нет, не видите. Чтобы увидеть то, что находится сзади вас, нужно повернуть голову туда. Поэтому духовное зрение устроено точно так же. Когда мы начинаем внутри себя смотреть, мы перестаем видеть человеческие грехи и вокруг себя. А когда рассматриваем все вокруг себя, перестаем видеть свой внутренний мир. И появляются такие вопросы. В чем? И когда мне кается? А кается надо не пристанно. Помоги Господи. Аминь. 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 Продолжение следует...